В эфире информационная программа День города. Здравствуйте! В студии Алена Куколева. Вот некоторые темы этого выпуска. Авария на въезде в город унесла жизни двоих молодых людей. Рязанцы жалуются на жару в домах и вчера известный режиссер Владимир Меньшов посетил Академию ФСИН. Крупная авария произошла в среду вечером на въезде в Рязань на трассе Москва-Челябинск столкнулись с грузовиком мотоцикл. 30-летний уроженец Рязани, находясь за рулем незарегистрированного мотоцикла, на полной скорости влетел в большегруз, который ехал навстречу. Управлял грузовым автомобилем 36-летний житель Пензы. В результате происшествия мотоциклист и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Апрель в этом году выдался удивительно теплым. Между тем, центральное отопление все так же работает на полную мощность. И рязанцы жалуются на жару в своих домах. Глава администрации Рязани Олег Бульеков, в свою очередь, подписал постановление об окончании отопительного сезона с 22 апреля. В день подписания документа в Рязанском институте развития и образования прошел круглый стол по итогам отопительного сезона 2015-2016. Начнем с того, что нынешний январь был значительно холоднее прошлогоднего. Получился такой по-настоящему морозный. И периодами в домах рязанцев было не так тепло, как им хотелось бы. Я не говорю сейчас о нарушениях санитарных норм. Я говорю о том, что люди звонили и жаловались, что у нас в домах холодно. Отопительный сезон обошелся без крупных аварий, но ряд проблем в работе центральной системы теплоснабжения был выявлен. Одна из главных – несоблюдение РМПТС температурного графика. Нарушения повторялись многократно, что подтвердила проверка Ростехнадзора. Расследование проводит Рязанское управление Федеральной антимонопольной службы. Согласно постановлению мэра, с 22 апреля в Рязани приступят к отключению систем отопления жилищного фонда и учреждений социальной сферы, получающих тепловую энергию от Дягилевской и Новорязанской ТЭЦ, котельных РМПТС и ведомственных котельных. В мае этого года Рязанский кожевин и завод отпразднуют свое столетие. К юбилею флагман легкой промышленности не только России, но и Европы подходят на подъеме. Освоены новые способы отделки, которые войдут в моду в 2017 году. Мировые автопроизводители ведут переговоры об использовании рязанских кож для отделки салонов своих автомобилей. И, наконец, продукция завода украсит интерьеры президентского лимузина и машин руководства страны. Сто лет для любого предприятия – срок вполне солидный. Рязанский кожевинный завод к этому рубежу подошел с отличными результатами. Руководство группы компаний «Русская кожа» организовало пресс-конференцию, на которой подвели итоги работы предприятия, рассказали о том, как складываются отношения с зарубежными партнерами, с подешевевшим рублем и рассказали о предстоящих планах. К этому периоду предприятие подошло в очень хорошей форме. Из маленькой фабрики, можно сказать, кустарного производства выросло в такой промышленный гигант. На сегодняшний день «Русская кожа» выпускает практически все виды кож. Это и кожа для обуви, и кожа для галантереи, и кожа для одежды, кожа для средств индивидуальной защиты. С недавнего времени кожевинный завод приступил к производству новой продукции – программы импортозамещения в действии. Мы приступили к выпуску кож для автомобилей. Мы, выполняя программу правительства по импортозамещению, в том числе, открыли еще один новый проект. Это проект производства авиационных кож. И автомобильные авиационные кожи являются, ну, можно сказать, элитой кожевиного производства. Не потому, что они самые хорошие, но к ним предъявляются очень высокие требования. Расширяет производство не только ассортимент продукции, но и географию сбыта. Мы поставляем свою продукцию не только на территории Российской Федерации, но и поставляем практически по всему миру, то есть на все континенты. Каждый месяц наша продукция уходит минимум в 16 стран мира. Безусловно, что основной акцент мы делаем в первую очередь на том, чтобы удовлетворить потребности отечественных фабрик. Помимо Рязанского завода, предприятие русской кожи действует в Испании, а также в Китае. Стоит отметить, что в многих брендовых магазинах, в том числе и зарубежных, несложно найти изделия, пошитые из кожи этого изготовителя. В ближайшее время компанию ожидает настоящий прорыв – запуск проекта по строительству нового кожевиного завода в Алтайском крае. У нас Заринский кожевинный завод «Русская кожа Алтай» – новый инвестиционный проект. Он очень крупный как для группы компаний «Русской кожи», так и для холдинга финансово-промышленной компании «Инвест». Ориентировочная сумма вложений – это примерно миллиард рублей. Достаточно такая весомая, значительная сумма для данного предприятия. Я хочу сказать, что завод будет располагаться в городе Заринске. Это порядка 130 километров от Барнаула, чтобы вы примерно понимали географию. Ну что, в общем-таки завод планируется построить на площадке 4,5 гектара. Это площадь земельного участка. Земельный участок у нас оформлен сейчас. Произведены уже геологические изыскания. И мы сейчас, начиная с октября месяца 2015 года, находимся, можно так сказать, в активной подготовительной фазе для того, чтобы начать строительство. Сама площадь завода будет 12 800 квадратных метров. Этот проект будет очень интересным для района. Объем переработки сырья составит 600 тонн в месяц. Планируемый объем производства изделий – 100 тысяч квадратных метров в месяц. А обслуживать алтайское предприятие будут 200 человек на самом современном оборудовании. Проектированием технологии занимается итальянская фирма «Этал Праджетти», которая построила уже больше 10, по-моему, заводов. Где-то вот больше 10 известных заводов, кожевенных причем, я хочу сказать. И, конечно же, они в своем подходе используют, как уже сказала, самые современные технологии кожевенного производства, которые есть на сегодняшний день. Ну, что еще? Значит, по проектированию самой строительной части инженерных систем коммуникации, тендер у нас выиграла наша Челябинская организация российская. Это АО «Система», которая также уже приступила к процессу проектирования самого завода. И вот буквально уже в конце месяца апреля, 27 числа, должна уже выйти на строительную площадку для того, чтобы приступить уже непосредственно к работам. Предприятие планируется запустить в работу к концу 2017 года. Ну, а Рязанский кожевенный завод уже подготовился к своему столетию и отпразднует юбилей 26 мая. Вчера в Рязани побывал Владимир Меньшов. С рабочим визитом он посетил Академию в Синроссии, где ознакомился с учебным процессом, с особенностями проживания курсантов, а также провел творческую встречу, на которой ответил на интересующие вопросы о своей жизни и профессии. В эти дни в Академии проходит очередной семинар, который направлен на расширенное рассмотрение административной деятельности правоохранительных органов России и зарубежных стран. Мероприятие отличается обширной географии участников. Подробнее Анна Герцовская. Организаторами семинара являются кафедра административного и финансового права Академии в Синроссии и кафедра административного права и процесса ведущего в юридическом образовании вуза Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Руководители этих кафедр поделились своими мнениями по поводу необходимости проводимого мероприятия. Результатом сегодняшнего семинара будет являться выработка научно-практических рекомендаций, концептуальных подходов в осмыслении административно-правовой науки. И, конечно же, мы обсудим те проблемы, которые возникают в правоприменительной практике правоохранительных органов административной деятельности в России и зарубежных странах. Начальник кафедры Московского вуза сообщил, что этот семинар является хорошей площадкой для конструктивного обмена общественными мнениями. В своем выступлении он поднял тему совершенствования контроля за деятельностью учреждений, органов, исполняющих наказание. С точки зрения практики он участвовал в разработке научно-теоретической модели Уголовно-исполнительного кодекса нового поколения в общей части. На этом семинаре он озвучил некоторые наработки по статьям кодекса. Поэтому сегодня я уже для того, чтобы получить мнение практиков, их озвучу. Ну и, соответственно, если будут конкретные предложения, я их доработаю, чтобы потом уже представить творческому нашему коллективу. Ну а если, дай бог, все получится, может быть, этот законопроект и заменят в перспективе действующий Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Для того, чтобы расширить круг научного сотрудничества, в семинаре принимают участие представители правоохранительных органов России и Рязанской области. Редакторы известных изданий заочно принимают участие правоохранители близлежащих стран. И, конечно же, профессорско-преподавательский состав российских и рязанских вузов. В Рязани мы взаимодействуем с различными вузами, как с ведомственными, так и вузами классического образования. Ведомственные вузы – это, конечно же, рязанские филиалы Московского университета МВД России. И сегодня присутствует директор Рязанского филиала Московской академии экономики и права Прысь Евгений Владимирович, с которым тоже мы тесно взаимодействуем и сотрудничаем. Евгений Прысь в своем выступлении отметил, что сотрудничество правоохранительных органов и учебных заведений в последние годы улучшается, что приводит к большим успехам в деятельности по борьбе с преступлениями. Нарушение общественного порядка, начиная по сравнению с 2005 годом, снизилось на 18,5%. И наоборот, в 2,5 раза увеличилось количество раскрываемых преступлений, в том числе коррупционных. И еще один важный показатель – это снижение количества преступлений, которые совершают сотрудники. В 2005 году он составлял 4,5%, в настоящее время он составляет 2,7%. Результаты этого семинара отразятся на деятельности всей правоохранительной системы. И в очередной раз приятно отметить, что подобного уровня мероприятия проходит именно в стенах Рязанского вуза, что еще раз подчеркивает хорошую научно-практическую базу. Дискуссионные площадки регулярно проводят партии «Единая Россия». И обсуждают на таких встречах самые различные темы. На этот раз речь шла о новых возможностях для старшего поколения. Подробнее моя коллега Оксана Тебенихина. В региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялась дискуссионная площадка на тему «Старшее поколение. Новые возможности». Людям пожилого возраста необходима особая забота и внимание. В обсуждении приняли участие министр социальной защиты населения Денис Боков, представители региональных министерств здравоохранения, культуры и туризма, молодежной политики, физкультуры и спорта, управление Пенсионного фонда Российской Федерации Паризанской области, общественных организаций, курирующих вопросы пенсионеров и ветеранов. Треть населения нашей области, 29%, это лица именно старшего возраста. И поэтому это такой большой пласт, большая часть нашего населения. И, конечно, нельзя оставить его без внимания. А внимание уделяется не только правительстве, но и в партии «Единая Россия». И поэтому сегодня мы здесь. Мы сегодня будем говорить о том, что бы мы хотели для своих родных, для своих близких, для своих отцов-матерей и, может быть, для себя в перспективе, как должна быть организована жизнь старшего поколения. Важно, чтобы люди, выходя на пенсию, не думали, что жизнь заканчивается, а думали о том, сохранили ясный ум, физическую активность, бодрость духа, тело и желание быть в центре общественной жизни. Денис Боков, министр соцзащиты населения региона, отметил, что сейчас в области производится внедрение ряда инновационных методик по поддержке и улучшению качества жизни пожилых рязанцев. Сиделка там, тревожная кнопка и иные. Есть у нас туризм специальный для этих категорий граждан, которые в комплексных центрах развиваются. Это все новые вещи, которые мы привносим для того, чтобы пожилым людям было интересно, для того, чтобы мы, те потребности, в которых они нуждаются, были нами восполнены. Результат обсуждения вопросов качества жизни людей пенсионного возраста на площадке партии «Единая Россия» станет основой для совершенствования работы государственных органов в этом направлении. Отдельные предложения войдут в предвыборную программу партии. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова